так вот и набрал воды баночку за такой градусник ставим туда наш термостат не знали виде будет видно нет 60 градусов здесь написано так вода у нас 23 градуса все бросаем термостат в бандочку начинаю подливать кипяточек спешить не будем 35 градусов термостат закрыт 47 градусов 50 градусов термостат 50 градусов термостат закрыт 54 градуса термостат у нас пока не шевельнулся чай сразу заварим сейчас 58 59 градусов термостат пока еще закрыт сейчас она камера переставлю вниз чтобы вы видели все это дело теперь воды много слю потому что вы уже летит температура у нас 55 и 8 термостат закрыт температура 61 термостат пока закрыт 61 и 2 температура 64 термостат чуть-чуть начал приоткрываться вот видите прям вот немножко совсем пошел открываться видно до 65 градусов но слабо добавляем еще воды до полную банку пошел открываться видите температура у нас все термостат полностью открылся температуру сейчас покажу 66 66 66 68 в общем 67 градусов будем так как блин смотрим что у нас там термостат полностью открыт ребята вот таком состоянии ну в принципе не 60 градусов может берет еще термометр но он открылся он работает это главное друзья но пока у нас остывает термостат демонтируем старый снимаем крышку чтобы он не мешало кстати приобрел ку ключик на алиэкспрессе с трещо . попробуем им сейчас воспользоваться впервые так сюда не подходит не воспользуемся добавим света чуть-чуть так будет хорошо видно вообще сюда тоже не подходит специально купил такой гнущийся чтобы уже вот такие вот места поглазить куда угодно благо сейчас запчастями проблем нет именно на ямаху можно покупать что угодно китайская тайваньская корейская даже есть ну и японская естественно только там цены тот термостат тайвань обошелся мне 800 рублей снимаем болтики сейчас зимние пора делать нечего это будем заниматься мотором подготовкой того всем подряд чтобы не сидеть должен диване это вы сидите на диване и смотреть так снимаю все сняли вот такая крышечка уже довольно прокладочка ведь какая изношенная уже нету ничего здесь уже герметик был использован нету уже этого герметика заводского все прокладочку здесь еще остался с этой стороны сейчас все будем чистить и ставить новую прокладочку это все почистить термостат вот старый термостат видите чуть-чуть другой кстати сейчас давайте тоже закинем проверим как он открывается друзья а тем временем у нас сет один градус я вижу что уже термостат закрылся короче рабочая температура термостат 65 градусов если мы достаем закрылся полностью почти ну и кидаем термостат который сейчас насадю солью немножко воды это ладно таким как у нас откроется как может сейчас он откроется может на рабочий зря менять собрался кстати вы знаете температура 63 64 градуса почти а термостат уже дернулся смотрите начал открываться в принципе к но такой же температуре срабатывает сегодня вода уже горячая кончилась на термостат открывается на 64 градуса термостат открывается то же самое короче 65 градусов пошло открываться значит термостат рабочий незаклинившие сейчас попробую водички еще подлить отлил воду чтобы добавить еще горячее но он открылся не полностью при открылся только на той температуре на нем тоже написано 60 это родной ямаховский видно по нему такие уже встречал на ямахах вот он приоткрылся до конца не открывается значит у него работа где-то 70 градусов скорее всего будем считать так так удаляем всю старую герметик старый весь нам больше не пригодится ждет это простейшее что можно сделать самому не обращаясь какие-то сервисы ниже смысла сервисов это все очень легко делается вот стоит датчик температуры датчики на срабатывает когда мотор прибивается дает на зумер сигнал пищения ну вот почистил значит и крышечку одеваем новую прокладочку здесь вот есть специальный такой выступ маленький да прокладочки нет для нее ну да ладно выступ чтобы заходить вот сюда для чего раз сделан выступ я не понимаю отверстие ставим новую прокладочку ставим крышку закручиваем наши болты болты лучше закручивать на какой-нибудь какую-нибудь смазку сейчас смажем их и с него такой лукойл я шприцевой мотор чуть-чуть подсмажем резьбу что в дальнейшем у нас все все легко и просто отворачивалась ну и там не создавалась коррозия заворачиваем все затягиваем без фанатизма все все установлен новую прикладочка новый термостат с этим узлом закончили вот кому интересно старая прикладка хотя она еще ходила бы и ходила бы видите с герметиком здесь есть новая поставить очень новая так друзья у меня последний момент что я хочу сделать с мотором смотрите я сейчас выкрутил свечи все 4 штуки купил я такой консервант равенол для 4 тактные для мото техники для всякой техники для двух тактные забрызгать цилиндры и немного провернуть коленвал брызгаем равенол 1000 рублей сейчас стоят раньше стоил 300 рублей взял кусочек капельницы вот попробуем и ставил сейчас обрежу вот так вот вставляем полностью есть контакт давайте еще раз ничего себе представляете замерзла капельница замерзла афигеть он такой холодненький замерзла есть верхний все все три четыре я начал сейчас прокрутим по часовой стрелке прокрутил наверно еще раз брызну потому что некоторые были в одной точке некоторые в другой точке цилиндры я считаю что это надо делать вообще с любой техникой если вы ее много не эксплуатируете тем более на зиму все есть еще покрутим по часовой стрелке все достаточно все ставим встречи обратно все друзья вот такое вот видео знаю кому-то это уже было не впервые все это видеть многие ребята делают все сами а для кого-то это наоборот впервые кому-то может я помог спрашивайте задавайте вопросы расскажу расскажу подписывайтесь на дзем всем пока